Лето 2019-го. Туркестанская область. Только что утих пожар на складе с боеприпасами войсковой части 44-859. В растерзанной осколками и рвущимися снарядами город Арыс, примыкающий к еще тлеющим корпусам склада, возвращаются люди. Многие потеряли свои дома. Населенный пункт восстанавливали всей страной. Весна 2020-го. Мактаоральский район все той же Туркестанской области. Наводнение. Еще одно испытание для тех, кто готов встать плечом к плечу и помочь соотечественникам. Они вновь встали и помогли. Помогли тем, кто был в полном отчаянии. Помогли, несмотря ни на что. Когда мы столкнулись с нашей бедой, в стране вспыхнула эпидемия. Но несмотря на это, а также то, что здесь стояла сильная жара, строители постарались сделать так, чтобы мы поскорее въехали в наши новые дома. И они получились еще лучше, чем мы представляли. Также хотим поблагодарить врачей, которые все это время оказывали нам помощь. Несмотря на то, что карантин до конца еще не сняли, глава государства решил лично убедиться в том, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Государство приняло оперативные меры по восстановлению пострадавшего района. Местным жителям также помогали добровольцы со всех регионов нашей страны. Приезжали специалисты, работали здесь. Мы смотрели дома, качество строительства очень хорошее. В результате прорыва дамбы Сардувинского водохранилища в Узбекистане на юге нашей страны затопило пять населенных пунктов. Под водой оказались порядка 800 домов. Часть потерявших крышу над головой получат жилье в этом микрорайоне. У нас есть одна просьба. С первого дня, как случилось затопление, здесь на месте работал первый заместитель Акима Туркистанской области, Косман Атьмухаметов. Было видно, что он был с ослабленным здоровьем и в итоге он скончался. Мы хотели бы дать его имя одной из улиц. Да, я его знал, он настоящий гражданин, государственник, поэтому я поддерживаю это предложение. Для пострадавших от наводнения построено 400 жилых домов. Половину сдадут к началу осени, вторую часть – к октябрю. Здесь же появится новая школа и детский сад. Застройка велась за счет бюджетных и спонсорских денег 50 на 50. Жители получат дома в чистовой отделке. На кухне установлена газовая плита, газовая установка, раковина. В санузле установлена сантехника. По словам строителей, при возведении домов использовались материалы казахстанского производства. Рабочие также преимущественно из числа местных жителей. На время эта территория превратилась в большую строительную площадку для 2000 человек. Продолжается стройка и в селах Оргебаз и Фердауси. Тем, чьи дома были разрушены, выделено по 17 миллионов тенге на восстановление. Глава государства подчеркнул, важно не допустить повторения подобного происшествия. ЧП не должно повториться и в Орысе. Войсковая часть работает в прежнем режиме. По словам министра обороны Нурлана Ермекбаева, запас боеприпасов хранится на безопасных складах и больше не представляет опасности для населения. 450 тысяч снарядов были обезврежены. В городе капитально отремонтированы 7 тысяч домов. Заново отстроены 5 сотен. На встрече с Касымжимартом Токаевым жители вспоминали, как в первые дни катастрофы им казалось, что город восстановить невозможно. Вы, несмотря на вашу занятость, трудную минуту для нас, ну на опасность, которая была в настоящий момент, были рядом с нами. И вот вы, будучи в эвакуации, вы лично мне и нам, которые там были, дали слово и надежду, что город будет восстановлен. И вот результат. Мы видим, город красивый, город восстановлен. Построили новые дома, новые школы, новые улицы. От имени женщин, от имени учителей, от имени матерей хочу вас поблагодарить. Благодарю вас. Буду стараться. Все ради народа. Самое главное, мы должны быть все вместе. Во время происшествия серьезно пострадало здание вокзала. Оно внесено в государственный список памятников истории и культуры Туркестанской области. Таких вокзалов в Казахстане всего три. Это удалось восстановить, сохранив при этом исторический облик. Масштабное строительство ведется и в Туркестане, но здесь другая цель. Не восстановить, а создать новый полюс для притяжения туристов. Надо сказать, город все больше становится похож на областной центр. Этим статусом его наделили в 2018 году. Рядом с мавзолеем Ходжа Ахмеда Ясуи обустроили пешеходную аллею. Само культовое место откроется для туристов после ремонта. Все дороги идут из визит-центра. Предполагается, что знакомство с Туркестанской областью будет начинаться именно отсюда. Самое главное, визит-центр будет сердцем нового Туркестана. Потому что в данный момент строится очень много объектов. И именно в визит-центре мы будем предоставлять всю информацию про новые объекты, про старые объекты для гостей, для местных жителей. Также будет продажа билетов, информация, бронь. Все будет проходить здесь. В визит-центре основной акцент сделан на восточном стиле, но выглядит все довольно современно. В зале казахского ханства используются современные технологии. К примеру, с помощью интерактивной доски можно ознакомиться с объектами комплекса Хазрет-Султан. А на голографическом стали увидеть все новые объекты города Туркестан. Из новых объектов в Туркестане появится драматический театр, Международный университет туризма и спорта. Уже завершено строительство парка Жбек-Жулыб, в котором Аким области и рассказал главе государства, как будет выглядеть центр Туркестана. Построен Акимат, здание управления и здание департаментов, площадь, это город Нур-Султан строил, так он называется, площадь Нур-Султан. Построен конгресс-холл, это Самрух построил, и сейчас в сентябре откроется медиа-центр города Алмата. Здесь построено 24 уже 7-этажных высококомфортных домов, бульвар, аллея, стадион, дворец школьников и 12-этажные по бокам 50 домов. Почти все новые объекты представляют особый архитектурный интерес. К примеру, это будущее здание городской администрации. Перед руководством поставлена задача привлечь еще больше интереса к сакральным местам Туркестана и области. В прошлом году город посетили чуть больше миллиона туристов. Количество визитов планируют довести до 5 миллионов в год. Иван Тулинов, Едыль Ирмикбаев, Ерженко-Напияулы, Бахбек Нуртаев. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Туркистанская область, ЖТКОН.